страны на предстоящих играх в Сочи. На 22-ю зимнюю Олимпиаду отправится 58 спортсменов, представляющих 9 спортивных дисциплин. Рассказывает Элина Суворова-Пилыня. Конькобежный спорт, биатлон, бобслей, хоккей, санный спорт, скелетон, шорт-трек, лыжный и горнолыжный спорт. Вот те дисциплины, в которых латвийские спортсмены будут выступать на 22-х Олимпийских играх. Это около половины всех дисциплин. Остальные или вообще не характерны для Латвии, либо спортсмены не смогли пройти квалификацию. Мы не представлены в фигурном катании, мы не представлены в прыжках с трамплина, мы не представлены в северном двоеборе, и в керлинге, и в женском хоккее. В остальных мы фактически и представлены. Самому старшему представителю латвийской сборной, хоккеисту Сандесу Озелиншу 41 год. А самой молодой, горнолыжнице Агнеса Аболтене, в день открытия Олимпийских игр в Сочи, 7 февраля, исполнится 18 лет. Помимо Агнеса, еще 4 атлета отпразднуют во время Олимпиады свои дни рождения. Средний возраст атлетов около 27 лет. Самый крупный представитель команды Латвии, Дауманс Дрейшкенс, весит 108 килограммов, а самая миниатюрная, Жанна Юшкане, 52. 23 спортсмена из 58 будут принимать участие в Олимпийских играх впервые. В двух видах спорта мы будем сражаться за Олимпийский пенестал. Это свидетельство старта наших спортсменов по скалитону и бобслею в этом году буквально. И в двух видах спорта мы ожидаем прогресса. И там есть хороший потенциал. Это самый спорт. И, конечно, это биатлонист в лице, нашим биатлонистом Андрея Растаргуриева. Нашим хоккеистам на этот раз удалось собрать самую лучшую команду с участием молодых спортсменов. Да, и уже выдающийся спортсменов с большими заслугами. И пожелаем всех благ. И хочу, чтобы они порадовали всех болельщиков. Первыми на Олимпийский старт 8 февраля от Латвии выйдут саночники Мартин Шрубенес, Иннер Скивлэнекс и Кристоп Смауринч. А также биатлонист Андрей Растаргуев. В свою очередь в последний день будут выступать бобслеисты. Сегодня объединение журналистов Латвии вручило ежегодную премию.